Дружба, проверенная временем, всепогодный, всесторонний и стратегический характер белорусско-китайских отношений подтвердили лидеры наших стран. Александр Лукашенко и Си Диньпин сегодня провели переговоры в рамках рабочего визита нашего президента в Китай. Борт номер один прибыл в Пекин накануне вечером. В нынешнем году, это уже второй визит главы белорусского государства в Поднебесную, наши страны поступательно наращивают взаимодействие двусторонним контактом уже более четверти века. За это время удалось многократно упрочить белорусско-китайскую дружбу. Ее также принято называть железным братством. Это особо подчеркивает крепкие узы партнерства. Сегодня в повестке переговоров на высшем уровне вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного взаимодействия. Наш президент подчеркнул, новый уровень двусторонних отношений стал импульсом для углубления как традиционных направлений, так и старта новых векторов сотрудничества. Благодаря этому удается быстрее реализовывать многие договоренности, о последней в ходе предыдущего государственного визита Александра Лукашенко в Китай в марте превысили 3,5 миллиарда долларов. Уважаемый председатель, дорогой друг, я вам благодарен за эту встречу. Знаю, что вам в последнее время нелегко. Огромное количество встреч, международных встреч, не говоря о внутренней политике. Но я, как вот обдумывая этот тезис, подумал, ну что ж, это бремя одного из лидеров нашей планеты, поэтому приходится терпеть. Поэтому я вам очень благодарен за эту встречу, за оперативность. Я сегодня рад с вами в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества. И как это всегда было между нами, высказать свою точку зрения на те или иные проблемы международных отношений. Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня. Наша встреча 1 марта стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов Беларусь-Китай. Это разные визиты. И больше всего, что радует, это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями. Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углубления традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Я думаю, уже никого в Китае в этом нельзя и не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет и даже больше. Первый раз, как я всегда говорю, приехал в Китай, будучи депутатом парламента. Это более 30 лет. А наши с вами первые встречи в Минске, когда вы были заместителем председателя, ну уже, наверное, 30 лет точно будет. Поэтому у нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали. В прошлом году между Беларусью и Китаем достигнут исторический максимум товарооборота – почти 6 миллиардов долларов. А белорусский экспорт в Китай вырос на 77%. За текущий период этого года взаимная торговля уже вплотную подошла к отметке 5 миллиардов долларов. Совместно мы воплощаем множество громких проектов – от производства автомобилей до биотехнологий. Наш президент подчеркнет, что бы не запланировали наши страны, реализуемо все, но нужно ускоряться. Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, ну мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня – это скорость. Время настолько спрессовано, и от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь, везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине. Мы давно определились, что мы будем сотрудничать, жить и дружить в дружбе с Китаем. Этой дружбе более 30 лет. И с этого пути ни разу не свернули ни влево, ни вправо. Поэтому и нечего доказывать о нашей всепогодней, всесторонней дружбе и сотрудничестве. Я давно для себя сделал вывод, что пояс-путь – это уже не концепция сегодня. Это уже практика, реализуемая. И никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес, прежде всего, конечно, наш, но прежде всего, это интерес всей планеты. Потому что здесь живет огромное количество талантливых, трудолюбивых людей. Мой большой друг очень рад еще раз вас видеть. В рамках вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта этого года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». Беларуси под сильным руководством ее президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов. Сохранить социальную гармонию и стабильность. Осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития. Для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены. Возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества. Лидеры Белоруссии и Китая общались в три раза дольше запланированного времени. После состоялся рабочий обед, а затем Александра Лукашенко ждали в Пекинском университете, одном из самых престижных вузов Китая. Впрочем, наш президент уже выступал перед его студентами еще в 2016-м, а сегодня провел встречу с секретарем партийного комитета университета Хаупином, подытожив переговоры на высшем уровне. Мы действительно сегодня около четырех часов общались с председателем, моим очень хорошим и давним другом. Мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы. Но после нашей встречи переговоры продолжаются в правительстве на уровне вице-премьера. Все наши большие намерения, договоренности надо приземлить, перевести конкретные проекты. По поручению Сидентина и моему поручению вице-премьера как раз этим занимаются. Нам надо усиливать коммуникации между нашими народами. И сегодня особый акцент на этом сделал председатель КНР. Коммуникации усиливать среди молодежи, потому что за ними будущее. Поэтому мы обсудили с ним вопросы студенческого обмена. Нам надо усиливать, интенсировать этот обмен. Не замыкаться только на биотехнологиях. Нам надо в области физики, химии, математики, интересы страны Китая есть, налаживать сотрудничество Беларуси и КНР. Экономическая программа в Пекине продолжилась встречей на уровне вице-премьеров. Примечательно, что наш президент предложил ее организовать прямо по ходу переговоров с Сиденьпином. Стороны подтвердили готовность поддерживать тесные контакты для продвижения дальнейшего сотрудничества наших стран. Этот визит наверняка запомнится и необычным пунктом программы. Александр Лукашенко вышел на лед Пекинского университета. В УЗИ подчеркнули, здесь принимали более 70 глав государств и правительств. Но в хоккей со студентами не играл еще никто. Продолжение следует...